Часто при прослушивании шумов появляется кашель, это хорошо, правильно понимаю, но если бы ничего не появлялось, то наверное ничего бы не происходило. А так как у вас что-то появляется, кашель является рефлексом наших легких на наличие мокрот или частиц в самом легких, в самом легком, в случае если шум влияет каким-то образом на ваше легкое и включается этот рефлекс, то это говорит о том, что легкие очищаются. Ну значит правильно, раз вы кашляете. Наташа Казакова, подскажите пожалуйста, как легко пройти таможню, в предыдущий раз были проблемы, может делала что-то не так, досмотр был с пристрастием, спасибо большое за ответ. Когда вы проходите таможню, то обычно есть вот такой вариант, допустим человек использует эзотерику, которую я даю в первой ступени и использует неправильно методы. Это методы, когда человек хвалит, то есть мысленно хвалит таможенника, дарит этому таможеннику ордена медалей, хвалит его про себя и дарит ему путевки и так далее, звания. И это неправильно, почему? Здесь нужно рассмотреть чем же занимается таможенник, который вас проверяет, таможенник в его работу входит, правильно осматривать человека, подробно осматривать человека и пропускать или забирать у него то, что он там неправильно не задекларировал или что-то там везет. И в этот момент таможенник будет делать еще лучше, если вы начнете ему это дарить. Вот такую бы практику я делал, наверное, с теми, кто обкладывает плиткой пол, строителями допустим, или там тем, кто занимается для вас вышиванием или еще чем-то, или там пишет картину для вас. А вот в случае, если это таможенник, он же должен делать все наоборот, то есть он должен плохо относиться к своей работе, она ему должна надоесть. В этот момент, когда вас будут в следующий раз проверять, вы в этот момент начинайте мысленно ругать этого человека, говорите, и обувь на тебе некрасивая, и мордочкой ты не вышел, и такой ты нехороший. Можете даже его мысленно ругать этого человека, чем активнее, чем сильнее, тем лучше. Ничего плохого не случится с этим человеком, но зато этот человек очень быстро вас пропустит. Очень большое количество есть изотерийских практик, которые я даю на первой ступени. Это сделать белый путь и пройти по белому пути. Это использовать метод, который я назвал дикобразом с гайкой и лентой, взятый мной из фильма, который называется «Сталкер» Андрея Тарковского. Проходите правильно ступени бесплатно.